Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим с вами о том, бывает ли молочница у мужчин. Если бы молочница или грибка кандидоза у мужчин не существовала, то женщины бы не заражались им вообще. Откуда бы они заражались, если бы не от мужчин. Соответственно, без сомнения, у мужчин бывает молочница. Другое дело, что достаточно большая часть мужчин носит это скрыто. Либо, если проявляются какие-то симптомы, чем-то помажет, проглотит на таблетку и думает, что оно таким образом вылечило молочницу. Однако, мужчина ошибается, если думает, что так легко избавиться от этого грибка. Какие же факторы, которые способствуют возникновению молочницы у мужчин, усиливают ее проявление? Это, конечно, снижение иммунитета. Это прием антибиотиков, это прием разных иммунных депрессантов, которые при опухолях, допустим, применяются, различных цитостатиков, стероидов. Это такие мощные заболевания снижения ВИЧ-инфекции, как снижение иммунитета к ВИЧ-инфекции, как сахарный диабет. Соответственно, как же проявляется вообще молочница у мужчин? Ну, наиболее часто молочница поражает головку полового члена. Это связано с тем, что там влажно, тепло и тонкая слизистая кожа, что способствует образованию молочницы и поддержанию ее на каком-то достаточном уровне, чтобы существовать в мужском организме. В этом случае появляются эрозии на головке, на которых образуется белый налет, появляются резие и боли при мочеиспускании. Молочница, кроме головки, может поражать паховые складки. Там, где трется, опять же, там, где влажно, молочница также может вызвать там покраснение, творожественный налет, зуд сжения. Молочница с головки может мигрировать в мочеполовой канал. Тогда развивается воспаление мочеполового канала, такие как уротрит, например. Соответственно, это проявление, бывают уротриты такие, как зуд сжения, выделение, опять же, такого белого налета из мочеполового канала. Что делать при подозрении на молочницу у мужчин? Ну, естественно, обратиться к венерологу и взять анализы. Анализы представляют из себя мазочек на стекло, во-первых, на грибок молочницы. Берется он также специальным зондом или скарпелем стерильным. Обязательно берется ПЦР-анализ. ПЦР-анализ – это поиск внутренней структуры ДНК к пятью различным грибкам молочницы. И для определения эффективного препарата для лечения, желательно взять посев на грибок молочницы с определением чувствительности к противогрибковому препарату. Вот такие анализы обычно необходимы. Можно также взять кровь на молочницу, но применяться достаточно редко. Какое же лечение молочницы у мужчин? Как правило, это зависит от того, что поражено. Во-первых, курс лечения 10 дней, как правило, в среднем бывает. Здесь назначаются обязательно внутренние препараты в виде таблеток, капельность дифлюкана, например, параллельно, ферменты в виде внутримышечных инъекций, мази на головку при поражении головки, промывание канала при поражении мочеполового канала уретры. Соответственно, после лечения берутся контрольные анализы. При необходимости диагностики и лечения молочницы у мужчин обращается в наш медицинский центр платный КВД. У нас имеются опытные венерологи, которые обладают методикой правильной забора молочницы, что очень важно для диагностики. Во-вторых, имеется экспресс-мазочек на молочницу на стекло. Имеется распространенный анализ на 5 грибков молочницы делается в течение 1-2 дней в лаборатории. И, наконец, наши венерологи обладают, кроме большого опыта работы и лечения конкретно молочницы у мужчин, еще и безболезненным забором мазочка у мужчин из уретры на молочницу. Поэтому при подозрении на молочницу, при обнаружении молочницы у мужчин, обращайтесь в нашу клинику платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.